Мы проводим во сне ровно 24 года нашей жизни, и поэтому не только интересно, но и важно знать, как правильно спать и как извлечь из этого процесса максимальную пользу. Сон необходим ежедневно, но люди обращают на количество сна, но не на качество. Сну посвящена целая наука, которая называется сомнологией. В случае недосыпа человек постоянно чувствует дискомфорт, который впоследствии отображается на здоровье каждого из нас. По этому случаю в Институте фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка была организована первая конференция, посвященная патологиям нездорового сна. Данная конференция, посвященная сомнологии, является дебютной у нас в стране и раскрывает всевозможные патологии у пациентов с дисфункцией сна. Важно помнить, что здоровый сон обеспечивает каждого человека хорошим самочувствием. Основные симптомы хронического недосыпа – это постоянные головные боли и замедление мыслительных процессов. Также нарушение сна может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ожирению, снижению иммунитета, раздражительности и снижению памяти, боли в мышцах, судорогам и тремору. Нездоровый сон ведет к серьезным патологиям. И врачи-пневмологи составили себе цель организовать эту конференцию для того, чтобы собрать всех специалистов в области медицины для обсуждения лечения заболеваний, спровоцированных дисфункцией сна. Так как патологии отображаются на всем организме, их лечение касается и кардиологов, и эндокринологов, и лоров. То есть эта проблема заслуживает внимания всех врачей. В некоторых случаях систематический недосып вызывает храп и даже влияет на гормональную систему. У храпящих людей практически отсутствует глубокая фаза сна, а ведь именно в это время вырабатываются гормоны, отвечающие за правильный жировой обмен. Нехватка этих гормонов приводит к тому, что человек начинает полнить, причем ни диеты, ни лекарства не помогают ему вернуться в прежнюю форму. У нас традиционно пациенты игнорируют проблемы со своим здоровьем, и в частности храпу никто не уделяет особого значения. Но на самом деле эта проблема очень большая, потому что у пациентов возникают остановки дыхания во время сна, во время которых падает концентрация кислорода в крови, и, возможно, вот эти все осложнения, о которых мы говорили ранее. У здорового человека длительность сна практически постоянно на протяжении жизни. От 20 до 75 лет. Ученые называют тех, кто спит менее 6 часов в сутки, короткоспящими, а тех, кто спит более 9 часов, долгоспящими. Известно, что Наполеон спал 6 часов в сутки, а Эйнштейн, наоборот, был долгоспящим, так же, как и многие другие одаренные личности. Тем не менее, это не мешало им хорошо отдохнуть. Здоровому человеку необходимо ровно 7,5 часов ежедневно для полноценного сна. Поэтому стоит заботиться о своем сне, так как именно он является ключом нашего здоровья, молодости и красоты.